История времен Этап – переходный между созданием электронного спуска и непосредственно печати на бумажном носителе. Печать здесь осуществляется офсетная, а значит для работы необходимы специальные пластины. Этап – проявка. В машине используются всего четыре краски – черная, пурпурная, желтая и синяя. А в результате получается целая радуга цветов. Все эти программы и установки задаются прямо с компьютера. В цехе оперативной печати уже есть новое современное оборудование. Особенность этих машин заключается в том, что на них можно осуществлять печать от одного до ста экземпляров. Его себестоимость будет ниже, а по времени получается гораздо быстрее. Здесь можно печатать уже без изготовления форм. С компьютера, задавая параметры, отправляют данные машине и тут же получают результат. Печатный цех, пожалуй, самый интересный. Именно здесь и рождаются слова, строчки, изображения, произведения. Здесь уже более 15 лет печатается и наша газета «Ульяновская правда», которая в этом году празднует свое столетие. Вячеслав Кузнецов в 90-х работал печатником в «Ульяновской правде». Затем его пригласили в Дом печати. И вот уже больше 30 лет он верен и предан своей особенной профессии. Ну какие особенности? Вот то, что печатаем книги для людей, вот это и есть вся особенность, что приносим пользу и работа сама по себе интересная. Четвертый на очереди переплетный цех. Здесь происходит подборка листов, создаются сфальцованные тетради в блоке, сшиваются, склеиваются, а затем обрезаются с трех сторон. Огромная ответственность лежит на сотрудниках этого цеха. От них зависит страничный порядок. Вот такая небольшая, но очень интересная экскурсия у нас получилась туда, где рождаются строки. Строки газет, учебников, баннеров, книг. И эти строки продолжают жить, несмотря на вымирание печатной периодики. Самое основное все равно учебная литература, она востребованная. Художественная литература, она все равно выходит, но более меньшими тиражами по сравнению, как раньше эти шли подписные издания. Все равно литература востребована и книгой пользуется, я думаю, что практически каждый житель Ульяновска. Потому что книга – это излучение того тепла, и с ней, когда читаешь, ну, все равно же чувствуешь, живешь той жизнью, которая существует в книге. И мы, как полиграфисты, открывая книгу, даже чувствуем свой приятный запах печатных красок и всего другого. В прошлом году типография печатного двора отметила 110-летие. Вот уже больше века здесь печатаются областные и городские издания. Надеемся, что так продлится и дальше. Кристина Жакот, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.